Итак, уважаемые коллеги, следующий этап, который мы хотели вам продемонстрировать, это эндоскопическая синусотомия. Прежде чем мы перейдем к выполнению данного оперативного вмешательства, продемонстрируем, как мы рекомендуем проводить эндоскопический осмотр полости носа в ходе выполнения оперативных вмешательств. Значит, первым делом проводится осмотр общего носового хода. Обратите внимание, что я завожу инструмент в начале полость носа, эндоскоп его сопровождает, и эндоскоп всегда находится над инструментом, то есть мы всегда видим кончик инструмента. Значит, первым этапом мы проходим в общем носовом ходу параллельно дну носа и доходим до носоглотки. Проводим осмотр носоглотки, видим заднюю стенку носоглотки, это мягкое небо, это слуховая труба, задний трубный валик, передний трубный валик, ямка Розенмюллера. Далее мы проводим осмотр кленовидно-решетчатого углубления, если это возможно. Визуализируем задний конец средней носовой раковины, задний конец верхней носовой раковины. И здесь мы у данного пациента видим наивысшую раковину. Это кленовидно-решетчатое углубление. Это проекция естественного соуста кленовидной пазухи. Рекомендуем обращать внимание на это пространство, которое находится где-то на высоте 1 см от свода хуаны. Здесь располагается кленовидно-небная артерия. При расширении естественного соуста кленовидной пазухи книзу, возможно повреждение ее ветвей с развитием интероперационного кровотечения. Немножко позже мы остановимся на этом. Итак, далее эндоскопический осмотр перед выполнением синусотомии продолжается в среднем носовом ходу. Здесь вы видите передний конец средней носовой раковины. Ага, спасибо. Передний конец средней носовой раковины. Это вертикальная пластинка средней носовой раковины. Далее линия акселярис. Она же является передним краем крючковидного отростка, местом его прикрепления. Это проекция крючковидного отростка. Вот я его покачиваю. Это проекция бугорка носа клетки агернази. И так называемое плечо средней носовой раковины. Это проекция слезного мешка. То есть при ретроградной резекции крючковидного отростка, грубой работе обратным выкусывателем, возможно повреждение слезного мешка и возникновение обструкции в послеоперационном периоде. То есть это вертикальная часть крючковидного отростка, это горизонтальная часть крючковидного отростка. При работе в этом направлении возможно повреждение слезного мешка. Следующая область осмотра это обонятельная щель. Когда это возможно, если нет редрессации перегородки носа в этой области. После чего мы можем начинать эндоскопическую синусотомию. Ее начало возможно при незначительном смещении перегородки носа. Это для того, чтобы увеличить пространство операционного поля с незначительной латерапозиции нижней носовой раковины. Данную манипуляцию мы рекомендуем проводить начиная с заднего конца. И видите плоскостью инструмента. Это распатор котла у меня в руке. Плоскостью инструмента для того, чтобы не скальпировать слезистую оболочку, чтобы не было дополнительного источника кровотечения. Я кладу распатор котла на задний конец нижней носовой раковины и слегка прижимаю данное анатомическое образование плоскостью инструмента. Посмотрите, насколько у меня увеличивается пространство моего хирургического коридора. Если будет необходимость, в конце оперативного вмешательства нижнюю носовую раковину можно установить на место, обратно в медиальное положение. В функциональном плане это ни на что не повлияет. Далее, следующим этапом мы проводим легкую медиализацию средней носовой раковины без избыточного надлома ее вертикальной пластинки и плеча. Легкая медиализация. Потому что если проводить эту манипуляцию с приложением избыточной силы, возможно формирование рубцового процесса и латеропозиция в отдаленном послеоперационном периоде в связи с отсутствием стабильности в этих анатомических областях. И мы с вами сейчас более четко видим структуры среднего носового хода. То есть это у нас вертикальная часть крючковидного отростка, горизонтальная часть крючковидного отростка, проекция полулунной щели, задняя фонтанела. Буллайт майдалис. Дальше у нас появляется к нашему обзору очень важная анатомическая структура, такая как аксиальная пластинка средней носовой раковины. Почему это образование очень важно для нас? При выполнении эндоскопической синусотомии эта структура должна остаться неповрежденной для того, чтобы избежать латеропозиции средней носовой раковины в отдаленном послеоперационном периоде. То есть она выполняет стабилизационную функцию для вертикальной пластинки средней носовой раковины. Итак, мы начинаем эндоскопическую синусотомию. Для чего? И задача ее какая? Задача ее объединить все околоносовые пазухи в единую общую полость. Также данное оперативное вмешательство используется для обеспечения трансэтмоидального доступа к структурам клиновидной пазухи, к основанию черепа. Так же как этап дебалкинга, то есть последовательной декомпрессии структур новообразований с последующим обнаружением и сохранением сосудистонервных структур основания черепа. Эндоскопическая синусотомия начинается с расширения естественного соусти верхней челюстной пазухи. Как же нам его визуализировать? Существует два способа резекции крючковидного отростка. Это антиградный способ и ретроградный способ. При выполнении оперативного вмешательства исключительно в области верхней челюстной пазухи нам совсем не обязательно выполнять полную резекцию крючковидного отростка. Мы можем ограничиться резекцией частичной только в вертикальной пластинке, вертикальной порции крючковидного отростка, выполняя разрез немножко наискосок и по нисходящей линии от максимального конца к линии акселярис. И затем выполнить резекцию только нижнего горизонтальной порции крючковидного отростка. Мы визуализируем естественное соусти и сможем расшириться в сторону задней фонтанеллы, в сторону задней стенки верхней челюстной пазухи. Когда мы выполняем эндоскопическую синустомию, мы априори должны резецировать и вертикальную, и горизонтальную порции крючковидного отростка. На этой стороне я покажу ретроградную технику резекции крючковидного отростка. Мы выполняем начало этой операции вот этим инструментом, это пуговчатый зонт для верхней челюстной пазухи. Я завожу его в средний носовой ход. Изгибом инструмента я отвожу среднюю носовую раковину. Завожу кончик зондика за край крючковидного отростка. И выполняю легкую редрессацию крючковидного отростка, выворачиваю его на себя. Без разрывов, без избыточной силы. Просто для того, чтобы край крючковидного отростка отодвинуть от латеральной стенки полости носа. Далее, следующим этапом я могу завести за этот край обратный выкусыватель, выполнить дальнейшую диссекцию. То есть я его не закрываю до конца с первого же движения. Я могу выполнять диссекцию крючковидного отростка также этим обратным выкусывателем до практически линии акселярис. После того, как у меня клювик этого инструмента полностью заполнен слизистой оболочкой и костью вертикальной порции крючковидного отростка, я выполняю одно прокусывающее движение. Следующим этапом, то есть вы видите, что эта манипуляция выполнена на границе вертикальной части и горизонтальной части крючковидного отростка. Следующим этапом я беру зонд для верхнечелюстной пазухи, завожу его за вертикальную часть крючковидного отростка и завожу в горизонтальном направлении. Как только я зашел за слизистую оболочку и за кость, я выполняю поворот и перевожу в вертикальное положение. Для чего это делается? Для того, чтобы избежать возможной травмы, либо любых других повреждений бумажной пластинки. Перевожу в вертикальное положение и начинаю выворачивать на себя вертикальную порцию крючковидного отростка. На этом этапе для дальнейшей резекции мы можем использовать шейверное лезвие, мы можем использовать щипцы, прокусывающие насквозь блэксли прямые, либо 90 градусов. Я предпочитаю применять кусачки Керрисона, которые позволяют деликатно, опять же видите, параллельно бумажной пластинке, выполнять резекцию вертикальной порции крючковидного отростка. Параллельно линии акселярис. Дальнейшую резекцию можно проводить с применением шейверного лезвия. Аспирационный канал шейверного лезвия можно диаметр его контролировать поворотом рабочей части инструмента, то есть делать шире, уже. Для того, чтобы осуществлять дозированную аспирацию соединительных слизистых оболочек. Работа проводится в режиме осцилляции. Убирается слизистая оболочка, а костные структуры могут быть удалены также кусачками Керрисона, прокусывающими щипцами блэксли. Очень важно в живой хирургии не выполнять рвущих движений. Они должны быть прецизионны. И когда возникает вот такая ситуация, как сейчас, лучше остановиться, ткань отпустить. И вернуться к использованию шейвера. Почему мы рекомендуем костные структуры резецировать отдельно от слизистых оболочек? Все для того, чтобы шейверное лезвие вам служило хорошо в течение всей операции. Потому что, когда выполняется резекция и костных структур шейверным лезвием, оно быстро приходит в негодность. То есть вы видите, что работа в режиме осцилляции подразумевает маятникообразные качающие движения. Лезвие проходит аспирация. И режущий край хорошо резецирует слизистые оболочки. Не очень хорошо сейчас работает аспиратор. Сейчас мы эту проблему техническую устраним. Но шейверное лезвие новое, а аспирация проходит не очень хорошо. Поэтому мы наблюдаем то, что наблюдаем. Дальше. Следующий этап резекции – это удаление горизонтальной порции крючковидного отростка. Как она выполняется? Я точно так же завожу пуговчатый зонт в средненосовой ход. Изогнутая его частью отвожу в средненосовую раковину. Вижу край крючковидного отростка. Выполняю его легкую медиализацию. И у меня визуализируется уже, скорее всего, могу предположить, что это естественная соустия верхней челюстной пазухи. Почему? У меня есть сомнения. Потому что примерно у 30% пациентов существует добавочное отверстие в верхней челюстной пазухе в проекции задней фонтанеллы. Вот это – это задняя фонтанелла. Это дупликатура слизистой оболочки. Как нам визуализировать, как нам подтвердить свое мнение по поводу естественного соустия верхней челюстной пазухи? Здесь мы рекомендуем обязательно проводить замену эндоскопа. То есть мы сейчас работаем под контролем оптики 0 градусов. Необходимо провести замену на 45 градусов. Мы берем тот же самый инструмент – пуговчатый зонт. Заводим его в средний носовой ход. Изгибом отводим среднюю носовую раковину. И проводим оптику 45 градусов в средний носовой ход. Затем я убираю инструмент пуговчатый зонт из среднего носового хода. Сейчас средняя носовая раковина и ее вертикальная пластинка лежат на боковой стеночке эндоскопа. Я держу камерную головку правой рукой, а левой рукой я беру место фиксации световода к эндоскопу и поворачиваю его по часовой стрелке. И у меня появляется хорошая визуализация области естественного соустия. И сейчас у меня средняя носовая раковина и ее вертикальная пластинка, или она также еще называется сагитальная пластинка, она лежит на задней поверхности эндоскопа. Я визуализирую естественное соустие верхней челюстной пазухи. Это все-таки оно, это не добавочное отверстие в задней фонтанели. Я завожу в него пуговчатый зонд, делаю мягкое движение к низу и затем изгибом пуговчатого зонда начинаю слегка раздавливать естественное соустие верхней челюстной пазухи в проекции задней фонтанеллы. Я это делаю без усилий, потому что негативным последствием грубых и резких движений в этом месте может быть то, что произойдет скальпирование слизистой оболочки с верхней стенки верхней челюстной пазухи. Я это движение выполняю лишь до тех пор, чтобы этого диаметра было достаточно для заведения прокусывающих прямых Blacksley. Раскрываем Blacksley, заводим верхнюю браншу в полость пазухи и выполняем одно движение. Далее мы берем пуговчатый зонд. Здесь у нас риск повреждения слизистой оболочки и скальпирования слизистой оболочки с верхней челюстной пазухи уже значительно меньше. Мы слегка раздавливаем в проекцию задней фонтанеллы еще нашу область, расширяем нашу область естественного соустия расширенного и ткани незначительно опускаем книзу. Для чего это выполняется? Вы понимаете сейчас, что средняя носовая раковина у нас лежит на задней поверхности эндоскопа. У меня визуализируется полностью горизонтальная порция крючковидного отростка. Я ее слегка опускаю книзу. И у меня сразу становится понятна область резекции крючковидного отростка, ее горизонтальной порции. Здесь вы видите кость. В живой хирургии это все выглядит абсолютно точно так же. Когда вы послойно работаете в тканях, когда вы деликатно относитесь к этим анатомическим структурам, кровоточивости практически нет. Теперь я дальнейшую резекцию горизонтальной порции крючковидного отростка могу выполнять под контролем оптики 45 градусов обратным выкусывателем. То есть я завожу обратный выкусыватель за горизонтальную порцию, выполняя ее резекцию. Либо сейчас я поменяю оптику опять на 0 градусов и мы увидим более привычный для нас вид этой манипуляции. На что хочется еще обратить внимание, пока у нас оптика 45 градусов. После того, как мы выполнили частичную резекцию крючковидного отростка, обратите внимание, что вертикальную порцию мы частично резецировали, но верхний отдел я оставил намеренно для того, чтобы продемонстрировать вам, что вертикальная порция крючковидного отростка, она плавно переходит в клеточку Агернази. И на самом деле, о чем свидетельствуют работы наших коллег и анатомов, клетка Агернази является верхней частью вертикальной порции крючковидного отростка. То есть вы не увидите никогда разделение крючковидного отростка вертикальной части и клетки Агернази. То есть это как заворот, поворот такой вертикальной порции крючковидного отростка, чем и является клетка Агернази. Это передняя стенка клетки Агернази. Она же вертикальная порция, верхний отдел вертикальной порции крючковидного отростка. Меняем оптику на 0 градусов. Обратным выкусывателем я также отвожу среднюю носовую раковину, открываю клювик, завожу его за горизонтальную порцию крючковидного отростка и выполняю диссекцию. Я слегка прикусываю крючковидный отросток и слегка его выворачиваю. После того, как меня устраивает положение горизонтальной порции крючковидного отростка в этом инструменте, я выполняю одно прокусывающее движение. Остатки слизистой оболочки, которые находятся по нижнему краю теперь расширенного естественного соустья верхнечелюстной пазухи, можно резицировать с применением шеверного лезвия. В живой хирургии костные структуры, которые не покрыты слизистой оболочкой в среднем носовом ходу, лучше всего, чтобы были удалены, чтобы обнаженной кости не было. Поэтому эти части тоже можно подобрать. Вот у нас выполнено эндоскопическое расширение естественного соусти верхнечелюстной пазухи, которая проводится с целью санации верхнечелюстной пазухи при хронических воспалительных синуситах. Также это оперативное вмешательство называется антрастомия. Возможно удаление кистоподобных образований с этим доступом из верхнечелюстной пазухи, которые располагаются в проекции задней стенки верхнечелюстной пазухи, верхней стенки верхнечелюстной пазухи. Это же оперативное вмешательство может быть расширено до максилотомии первого типа. Выполняется она при более расширенной диссекции в проекции горизонтальной порции крючковидного отростка, расширении в проекцию задней фонтанеллы до задней стенки верхнечелюстной пазухи для получения более расширенного доступа к структурам верхнечелюстной пазухи с использованием оптик градусных Керрисон. Я продемонстрировал вам переход крючковидного отростка в клеточку агерназия, поэтому я могу убрать теперь до конца вертикальную порцию крючковидного отростка для того, чтобы нам визуализировать буллует майдалис. Еще раз обращаю ваше внимание, то, о чем говорил и Владимир Михайлович, старайтесь работать режущими инструментами. Мы визуализируем переднюю стенку буллует майдалис. Если мы заведем пуговчатый зонд за буллу в вертикальном положении, мы проводим легкую ротацию инструмента и попадаем в ретро-булярный карман. Из этой области можно выполнять переднюю тмоэдотомию. Это безопасное абсолютно движение, и при заведении инструмента в ретро-булярный карман мы выполняем движение на себя, и таким образом открывается буллует майдалис. Это один из способов. Второй способ. Можно перфорировать буллует майдалис через переднюю стенку. Лучше всего эту манипуляцию выполнять, если мы разделим буллу, проведем вертикальную горизонтальную линию на четыре части, выполнять перфорацию в медиально нижнем квадранте, потому что это у нас бумажная пластинка. Если я нажму на глаз, вы видите движение бумажной пластинки. Если выполнять в любой другой области, возможно, перфорацию буллует майдалис, возможно, повреждение бумажной пластинки, незначительное пролоббирование будет затруднять нам эндоскопический осмотр в ходе операции. Данный вид манипуляции можно выполнять несколькими инструментами. То есть если выполнять перфорацию, перфорирование передней стенки буллует майдалис распатором, то мы рекомендуем это делать распатором котла, либо распатором фреера в медиально нижнем квадранте, как мы и сказали. Также можно использовать ложку при вскрытии буллы от майдалис через ретро-булярный карман. То есть я завожу ложку за буллу. Вы почувствуете ощущение проваливания, когда она входит в ретро-булярный карман. И выполняю движения на себя. Дальше можно использовать прокусывающие инструменты Blacksley под углом 45 градусов, прямые Blacksley. Можно использовать также кусачки Kereson. Не у всех есть, наверное, этот набор инструментов, поэтому мы будем эти манипуляции показывать разными инструментами, чтобы был выбор. Будем оговариваться всегда. Здесь в ходе этой операции мы будем использовать комбинированную технику. И ретроградную, и антиградную синусотомию. Еще раз обращаем ваше внимание, что мы должны видеть постоянно кончик инструмента, не осуществлять избыточной ротации тканей. Дайте пока Blacksley прямые, пожалуйста. Рвущие. Тянущих, рвущих движений. Они категорически запрещены и опасны. Рвущие инструменты могут быть использованы только для того, чтобы собрать костные структуры, которые находятся в полости носа при выполнении диссекции. Обратите внимание, это остаток задней стенки клетки булает Майдалис. Это фрагмент передней стенки булает Майдалис. Сейчас костную структуру свободную мы забираем. И остальные структуры слизистой оболочки мы уберем шеверным лезвием. Продолжение следует... 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 Слизистую оболочку, как мы обсуждали, убираем с шеверным лезвием. Это фрагмент медиальной стенки буллайт майдалис. Один из самых важных ориентиров, который мы используем на этой операции, это бумажная пластинка. Мы двигаемся вдоль нее. Следующий очень важный ориентир это сагитальная пластинка средней носовой раковины. Но мы двигаемся, то есть если разделить среднюю носовую раковину на третьи, нижняя треть, средняя треть, верхняя треть, при выполнении синусотомии мы не уходим выше границы средней и верхней трети. Потому что в этой области находится проекция ситовидной пластинки и основание черепа здесь очень тонкое. Здесь в этой проекции вдоль, если вертикальную линию провести от основания черепа вдоль бумажной пластинки, толщина основания черепа значительно больше. Таким образом мы с вами выполнили практически полностью переднюю тмоэдотомию. У нас осталась одна единственная клетка, это клетка агернази. В зависимости от проведения оперативного вмешательства по технике антиградной либо ретроградной синусотомии, клетка агернази вскрывается либо по ходу движения вперед, либо когда мы будем идти уже от основания черепа к переди, от клиновидной пазухи к переди. Мы видим коронарную пластинку средненосовой раковины. Вот область, где аксиальная часть, аксиальная пластинка средненосовой раковины переходит в коронарную. Здесь есть угол в медиально нижнем углу. Мы проводим перфорацию коронарной пластинки для того, чтобы нам визуализировать верхний носовой ход. Как себя проверить? Мы перфорировали кость. Затем мы можем взять либо ложку, либо пуговчатый зонт. Вывести этот инструмент через перфоративное отверстие и завести эндоскоп между средненосовой раковиной и перегородкой носа. И мы увидим, что мы упираемся в верхнюю носовую раковину и выходим в верхний носовой ход. Это очень важный момент, потому что верхняя носовая раковина является следующим ориентиром для поиска естественного носаустя кленовидной пазухи. Таким образом мы определили нашу локацию и дальше несколькими путями мы можем выполнять заднюю этмоэдоктомию. Для этого может быть использована ложка, для этого может быть использован опять же пуговчатый зонт, либо кусачки керрисона. Нюанс по поводу работы кусачки керрисона. Их лучше заводить в полость носа в сомкнутом состоянии, потому что если бранши разомкнуты, они могут травмировать по ходу движения слизистую оболочку. Это будет приводить к дальнейшему избыточному кровотечению. В сомкнутом состоянии мы подводим кусачки керрисона к области, в которой будем работать. Заводим и клювик, и когда мы чувствуем пространство свободное за клювиком, мы можем выполнять прокусывающие движения. Также для этой манипуляции могут быть использованы грибовидные кусачки прямые. Мы выполняем резекцию костных структур, не боясь ничего повредить, в случае, если мы чувствуем за инструментом пространство. То есть у меня клювик керрисона двигается в операционном поле совершенно спокойно. Когда слизистая оболочка начинает немножко тянуться, мы можем ее надсекать для того, чтобы заводить инструменты, для того, чтобы заводить в образовавшееся пространство шеверное лезвие для выполнения деликатной диссекции интрооперационной ложки. Такая же техника работы с применением ложки, она так называемая j-curate. Мы заводим ложку в клетки решетчатого лабиринта, и когда мы чувствуем пространство, то есть она там двигается спокойно, мы выполняем тракцию клеток на себя. Костные структуры, которые являются более плотными, и они поддаются тракции ложкой, но это ведет за собой избыточную травматизацию слизистой оболочки, я предпочитаю эти костные структуры убирать кусачками керрисона. Итак, свободную слизистую оболочку мы убираем шеверным лезвием. Мы удалили задние клетки решетчатого лабиринта до тех пор, пока наш инструмент, ложка, чувствовала пространство за этими клетками. То есть мы выполняли такую ретроградную работу сзади наперед, на себя. И несмотря на то, что мы с вами знаем, что здесь находятся, скорее всего, дальше клетки решетчатого лабиринта, но костные структуры, у нас инструмент уперся в костные структуры, и мы не чувствуем пространства. Имеет смысл на этом остановиться пока что. И убрать слизистую оболочку с применением шеверного лезвия избыточную. Да, пожалуйста. Для того, чтобы избежать рубцового процесса в послеоперационном периоде. И мы возвращаемся к нашему следующему ориентиру, очень важному, который мы нашли, к верхней носовой раковине. Это ее передний край. Для хорошей визуализации этого анатомического образования зачастую имеет смысл выполнить незначительную частичную резекцию сагитальной либо вертикальной пластинки средней носовой раковины кусачками Керрисона. Потому что нам нужна хорошая визуализация переднего конца верхней носовой раковины для обеспечения доступа к естественному соустью, а также в сфеноэтмойдальный карман. Передний конец верхней носовой раковины – это ее средняя треть. Средняя треть – это нижняя треть. Здесь мы визуализируем сфеноэтмойдальный карман. То есть это не клиновидная пазуха. Здесь вариант развития событий два. Либо мы можем завести ложку в сфеноэтмойдальный карман, мы чувствуем там пространство и можем продолжить диссекцию в области задних клеток решетчатого лабиринта. Либо мы можем начать выполнять резекцию верхней носовой раковины на границе нижней и средней третьей. Я выполню диссекцию в области задних клеток решетчатого лабиринта для того, чтобы расширить операционное поле. И у нас была лучше визуализация вертикальной пластинки верхней носовой раковины. То есть я чувствую пространство и могу смело работать данным инструментом. С сохранением аксиальной пластинки средней носовой раковины. Это важно. Следующий этап – это резекция верхней носовой раковины. В живой хирургии она проводится после превентивной коагуляции биполярным пинцетом в этой области. То есть, еще раз повторю, на границе средней и нижней трети раковины. Здесь в лаборатории мы выполняем это сразу прокусывающими инструментами. После предварительной коагуляции, чем меньше движений кусающих, ротирующих мы будем выполнять, тем меньше будет крови в операционном поле. Кончик инструмента уперся в костные структуры, поэтому мы выполняем латерализацию фрагментов верхней носовой раковины для того, чтобы бранши инструмента могли туда хорошо заходить. Также эту манипуляцию можно в этом положении выполнять с помощью кусачек Керрисона. Давайте я покажу. Потому что движение будет в латеральном направлении частично. И очень удобно выполнять диссекцию этим инструментом. Прокусывающие. Прямые. Продолжение следует. Это нижняя треть верхней носовой раковины. Для того, чтобы выполнять с ней любые действия, необходимо отделить костную структуру от слизистой оболочки. Потому что мы помним с вами, при планировании оперативного вмешательства, мы говорили о проходящих в стептальных ветвях артерии с фенопалатины. Это задний конец верхней носовой раковины. Для расширения этого окна также могут использоваться кусачки Керрисона. Нужно нам это для хорошей визуализации естественного соустия кленовидной пазухи, которая у нас показалась. Мы чувствуем пространство и прокусываем костные структуры. Продолжение следует... Слизистая оболочка из задних клеток решетчатого лабиринта резецируется также с применением шеверного лезвия. Продолжение следует... ... Продолжение следует... 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 Следующая манипуляция. Мы заводим керрисон к нижней стенке естественного соусти, к нижнему краю прислоняем, поворачиваем под углом 90 градусов и выполняем прокусывающие движения в латеральном направлении. Также это безопасно, потому что у нас клювик керрисона не упирается в костные структуры латеральной стенки, верхней стенки. После того, как мы чувствуем, что движение кверху затруднено из-за того, что клювик упирается в верхнюю стенку кленовидной пазухи, мы прекращаем движение. Таким образом, мы видим, что у нас расширена естественная соусти кленовидной пазухи. Слизистая оболочка. Сейчас на что следует обратить внимание, отсос обычный, что под контролем оптики 0 градусов мы не видим никогда дна кленовидной пазухи. Для чего нам необходимы эти знания? Эти знания нам необходимы, потому что примерно у 20% пациентов существует так называемая задняя клетка решетчатого лабиринта или клетка аноди. Когда мы движемся в горизонтальном направлении через клетки решетчатого лабиринта, мы можем войти в нее и даже увидеть проходящий латерально в ней костный канал зрительного нерва и подумать, что мы находимся в кленовидной пазухе. Но мы будем видеть дно этой клетки всегда. И таким образом, это является дифференциальной диагностикой, что мы не в кленовидной пазухе. Потому что заходя эндоскопом 0 градусов в кленовидную пазуху, мы никогда не увидим ее дно. Обратите внимание, мы видим верхнюю стенку кленовидной пазухи. Она же является истинным основанием черепа в данном операционном поле. Это остатки, фрагмент передней стенки кленовидной пазухи. Здесь визуализируется костный канал зрительного нерва. Это оптокаротидный карман. Дальше по структурам кленовидной пазухи, которые мы должны видеть в операционном поле, мы с вами можем определиться, опуская слизистую оболочку немножко книзу. Это межпазушная перегородка. На мониторе мы видим костный канал зрительного нерва. Оптокаротидное углубление. Это интракавернозная часть сонной артерии. Дальше, препарируя слизистую оболочку, мы визуализируем пароклевальную часть внутренней сонной артерии. Бугорок турецкого седла. Межпазушную перегородку. Это ключевые ориентиры, которые мы должны видеть, выполняя эндоскопическую сфенотомию. Итак, вернемся к клеткам решетчатого лабиринта. После того, как мы видим истинное основание черепа, мы можем визуализировать заднюю решетчатую артерию. Вот ее костный канал. Он находится немного кпереди от передней стенки кленовидной пазухи. На этом этапе мы можем изменить обзор с помощью на оптику 45 градусов. Выполняем баланс белого. Контроль резкости. Мы заводим эндоскоп в наш хирургический коридор. Видим костный канал задней решетчатой артерии. Это основание черепа. И дальше мы попадаем нашей кюреткой в пазухи в клетки решетчатого лабиринта. Задние клетки решетчатого лабиринта. Идем в сторону передних клеток решетчатого лабиринта по основанию черепа. Стараясь максимально сохранить слизистую оболочку на основании черепа. Мы с вами ранее говорили для чего это нужно. У нас движение нашего инструмента от основания черепа на себя. Применяем прокусывающие инструменты. Для удаления слизистую оболочку будем удалять с применением шеверного лезвия. На мониторе начинает визуализироваться область лобно-носового кармана. Еще раз давайте по ориентирам. Задняя решетчатая артерия. Основание черепа. Я могу предположить, возможно, это средняя решетчатая артерия. Здесь, если вы помните, у нас была клетка буллээтмаидалис. Здесь видите клеточку, которая находится над клеткой буллээтмаидалис. Это супрабула. Она подпирает лобно-носовой карман, участвует в его формировании и мешает оттоку из лобной пазухи. Поэтому в ходе выполнения данного оперативного мешательства для того, чтобы освободить естественное соустие лобной пазухи и продемонстрировать вам оперативное мешательство DRAF 2A, которое является одним из этапов, мы ее убираем. С учетом того, что мы подошли к области лобно-соу кармана, здесь необходимо проговорить и вспомнить такие анатомические структуры, как фрагмент вертикальной части крючковидного отростка, переходящие в клетку бугорка носа. Удаление вертикальной части крючковидного отростка и стенок бугорка носа является медиальной, частично передней и нижней стенок бугорка носа. Это оперативное вмешательство называется DRAF 1. При удалении таких анатомических структур, как здесь была буллээтмейдалис, как клетка, которая находится над буллээтмейдалис, то есть фронтобула, супрабула, это оперативное вмешательство называется DRAF 2A. То есть давайте пойдем здесь последовательно. Мы удаляем медиальную стенку Агернази, переднюю стенку Агернази. Используем прокусывающий инструмент Блэксли под 45 градусов, либо кусачки Керрисона. Удаляем медиальную стенку клетки Агернази. После удаления передней стенки и медиальной стенки клетки Агернази, которые являются продолжением вертикальной порции крючковидного отростка, как мы говорили ранее, мы визуализируем купол, терминальный карман клетки Агернази. Удалив частично ее заднюю стенку, мы обнаруживаем клетку, которая находится над булой от Майдалис и входит в лобную пазуху. То есть это супрабула фронтал селл. Здесь мы видим путь дренирования из лобной пазухи. То есть здесь медиальный путь дренирования, который идет вдоль медиальной стенки данной клетки. Для того, чтобы выполнить оперативное вмешательство по классификации DRAF 2А, мы должны пуговчатый зонд завести медиально от медиальной стенки супрабула фронтал селл и перевести эту стеночку в латеральное положение. для визуализации основания черепа. И здесь у нас сразу показывается костный канал передней решетчатой артерии. Очень важное образование, которое можно визуализировать сейчас, это супраорбитальный карман, который идет на границе, находится на границе медиальной стенки глазницы и основания черепа. Заводя инструмент в это пространство, мы можем безопасно удалять клетки, участвующие в формировании лобно-сового кармана, и затрудняющие отток из лобной пазухи. для удаления фронтоэтмоидальных клеток удобно использовать кусачки, прокусывающие насквозь кусачки костыльного, которые имеют изгиб на 60 градусов. Их очень удобно подводить к этой области. И клетки, которые располагаются в вертикальном положении, поддаются очень хорошей диссекции. Слизистую оболочку по основанию черепа вдоль соустья лобной пазухи необходимо оставлять сохранной. В связи с тем, что у данного препарата выраженный супраорбитальный карман, диссекция в этой области немножко затруднительна, и я вынужден слизистую оболочку вначале отводить для того, чтобы провести удаление костных структур, а затем укладывать ее обратно. Далее мы видим купол клетки ложку, купол клетки супрабула фронтал селл. Мы заходим ложкой между основанием черепа и медиальной пластинкой данной клетки. на этом этапе также можно использовать грибовидные кусачки, либо кусачки с цепочным механизмом для лобной пазухи. вы видите медиальный путь дренирования из лобной пазухи. Да? Здесь мы используем грибовидные кусачки Хосмана. Видите, я завожу этот инструмент в сомкнутом состоянии для того, чтобы не травмировать слизистую оболочку. Диаметр инструмента немного велик, он диаметр 3 мм, поэтому мы будем использовать ложку для лобной пазухи для того, чтобы расширить хирургический коридор. И частично сломим купол супрабула фронтал селл. В живой хирургии также можно использовать бор изогнутый под 70 градусов. Слизистую оболочку соустья лобной пазухи мы стараемся сохранить на задней стенке. селл. Продолжение следует... Также один из путей, как мы можем убирать заднюю стенку, мешающую нам супра-була-фронтал-сел через супраорбитальный карман. Поэтому, проходя по нему кверху, мы удаляем заднюю стенку. Основание черепа у нас остается интактным. Здесь, похоже, придется использовать бор. Поэтому для оперативного вмешательства ДРАФ-2А тоже могут быть иногда использованы боры. Мы очень рекомендуем их иметь в своем наборе. Когда вы выполняете эндоскопические вмешательства на лобной пазухе. После удаления фронта этмоидальных клеток мы визуализируем основание черепа, соустье лобной пазухи. По задней стенке соустье лобной пазухи обязательно сохраненная слизистая оболочка. Мы удалили вертикальную часть крючковидного отростка, переднюю медиальную стенку клетки Айгернази, купол Айгернази. Мы увидели терминальный карман. Дальше мы удалили буллуэтмаидалис, супра-була фронтал-сел. Здесь мы видим купол клетки супра-була фронтал-сел и внутреннюю носовую ость. Это этапы оперативного вмешательства по типу ДРАФ-2А. Данная операция может выполняться при хронических риносинуситах, при хронических фронтитах, при полипозных риносинуситах. В том случае, если после удаления фронтоэтмаидальных клеток расстояние от основания черепа до внутренней носовой ости будет составлять 5 мм и более. Как вы видите здесь на мониторе, расстояние от основания черепа до внутренней носовой ости составляет порядка 3 мм. Этого недостаточно и существует риск рубцевания, облитерации соустья лобной пазухи в послеоперационном периоде. Инструмент-выкусыватель по Хосману завести не получается, несмотря на то, что его диаметр около 3 мм. Поэтому мы вынуждены использовать буллуэтку под углом 70 градусов алмазной. Работу мы начнем с внутренней носовой ости. Вначале задаем вращение, затем подносим к костным структурам. Частично удаляя внутреннюю носовую ость, расширяем естественное соустье лобной пазухи. Слизистую оболочку сохраняем. Мы получаем больше пространства для заведения кусачек. И можем удалить под хорошим визуальным контролем купол клетки супрабула фронтал селл. Видите, совсем небольшое движение алмазного бора позволило нам получить хороший доступ и отличную визуализацию лобной пазухи. И самое главное, профилактику облитерации соустья лобной пазухи в послеоперационном периоде. Для определения диаметра каналов, соустей необходимо ориентироваться на инструменты, которые мы туда заводим. То есть мы точно знаем, что диаметр этого инструмента, выкусывателя Хосмана, составляет 3 мм. Мы прикладываем его к соустью лобной пазухи и видим запас еще 2 мм. Поэтому диаметр данный около 5 мм при оперативном вмешательстве ДРАФ-2А в данной ситуации достаточен. Кармана может быть затруднительно, затруднителен поиск передней решетчатой артерии, которую мы должны видеть всегда при выполнении оперативного вмешательства на лобной пазухе. Здесь мы видим переднюю решетчатую артерию примерно на 1,5 см ниже, чем соустья лобной пазухи. Видите выход ее из глазницы по основанию черепа. Можно предположить разветвление, раздвоение данного сосуда вертикально по основанию черепа, горизонтально к сетовидной пластинке через вертикальную пластинку средней раковины. Дальше мы видим среднюю решетчатую артерию и заднюю решетчатую артерию, верхняя стенка окленовидной пазухи. На этом оперативное вмешательство по поводу эндоскопической синусотомии может быть закончено. Эндоскопическую фронтотомию по типу DRAF 2A. Дальнейшая работа и удаление дна лобной пазухи в медиальном направлении будет происходить с другими показаниями. И вы это увидите на следующем видео. Финальный этап эндоскопической синусотомии. То есть мы видим расширенное естественное соустие верхней челюстной пазухи, антрастомия. Удаленные клетки, передние и задние клетки решетчатого лабиринта. Кленовидная пазуха, основание черепа. Структуры, опознавательные структуры кленовидной пазухи. Оптокаротидный карман, костный канал зрительного нерва. Интракавернозная часть внутренней сонной артерии. Бугорок турецкого седла. Параклевальная часть внутренней сонной артерии. Костный канал задней решетчатой артерии. Слизистая оболочка задней стенки. Соустия лобной пазухи. Костный канал передней решетчатой артерии. Бумажная пластинка. Соустия лобной пазухи. Эндоскопическая синстомия окончена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова